привет как дела у вас у меня если честно сказать не особо тотальный карантин не за горами что не может не огорчать но зато находясь на самоизоляции у нас будет возможность следить за спортивными событиями по крайней мере я на это надеюсь сторону печаль ведь не за горами бой за титул чемпиона мира по версии вебе и в среднем весе из-за титул чемпиона мира по версии вебе и во втором среднем весе схватка состоится 19 декабря на ринге встретятся сауль альварес и калун смит и так в этом выпуске несколько фактов о канела и мунда чего ждать от боксеров в предстоящем бою прогноз на бой у кого какие шансы на победу и получится ли британцу отомстить за старшего брата ну и на закуску небольшая нарезка нокаутов сауля альвареса что ж погнали многократный чемпион мира сауль альварес проведет первый и единственный поединок 2020 году против британского чемпиона калума смита любимец фанатов бокса несмотря на пандемию решил залететь в последний вагон и таки провести хотя бы один поединок в этом году ну и выбранный соперник не пальцем делом непобежденный калум смит такое противостояние точно нельзя пропускать два боксера будут драться за титул чемпиона мира по версии вебе и в среднем весе которым владеет альварес и за титул чемпиона мира по версии вебе и во втором среднем весе которым владеет смит единственное чего мы хотим это продолжать выступать мы готовы 19 декабря и готовы к бою с калумом смитом который является одним из лучших бойцов дивизиона и это не может не радовать мы хотим выступать против лучших и развиваться как команда мы не хотели чтобы 2020 год завершился без моего боя сказал сауль британец тоже доволен такой по-настоящему большой схваткой против лучшего боксера мира можно сказать что я зачистил дивизион а значит канал нужен бой именно со мной раз уж он решил продолжать карьеру в этом весе я мечтаю о большом поединке с тех самых пор как завоевал титул поэтому очень рад предстоящему шансу тем более что он выпал мне в период пандемии верю что сумею его побить и доказать что это мой дивизион интрига этого боя не только в том что два сильнейших спортсмена сразятся на ринге для калума есть и хорошая возможность отомстить за своего старшего брата дело в том что четыре года назад мексиканец одержал победу над ли амом смитом бывшим чемпионом мира в первом среднем весе рыжий одержал победу нокаутом получится ли забрать поясу действующего чемпиона посмотрим но точно просто так титул никто не отдаст альваресу 30 лет его выступления ждут многие поклонники бокса да и как пропустить бои лидера рейтинга pound for pound канела действительно уникальное явление современного бокса за свою карьеру мексиканец получил огромное количество титулов сауль удерживает пояса в двух весовых категориях а всего он покорил 4 дивизиона 30 годам он уже успел провести 56 боев на профессиональном ринге одержал 53 победы потерпел одно поражение и дважды завершил бой в ничью не буду перечислять всех топовых боксеров по которым прошелся альварес список довольно таки внушительный и обширный единственное поражение в карьере он потерпел от непобежденной легенды флойда мэйвейзера произошло это в 2013 году проиграл бой решением большинства судей с тех пор не потерпел ни единого поражения и выдал серию из 11 побед бокса уль пришел в 13 лет в любителях провел 20 поединков всего за два года после завоевал серебро на чемпионате мексики в 2004 году а в следующем забрал уже золотую медаль свой путь как профессиональный боксер он начал с 2005 года альварес вырос многодетной семье их было 8 7 мальчиков и одна девочка детство провел на ферме где часто со своими братьями и сестрой катался на лошадях страсть к верховой езде осталась у него до сих пор и это не единственное общее увлечение было в их семье все братья занимались боксом раман рикардо и ригу берто стали боксерами профессионалами а ригу берто даже был временным чемпионом мира по версии в бей прозвище канелло в переводе с испанского означает корица также этим словом в мексике называют обладателей рыжих волос рост канелло 173 сантиметра при размахе рук 179 сантиметров в межсезонье его вес доходит до 85 килограмм его сильные стороны скорость и сила обладает мощными ударами которые могут легко уложить соперника на настил ринга последнее время часто работает одиночными контр-выстрелами делают упор на защиту в активе чемпиона 36 нокаутов теперь поговорим о калуме смите ему также 30 лет жаждал выйти на ринг против мексиканца и наконец получил этот бой смит не просто хочет стать одним из лучших боксеров мира и поднять свою популярность одержав победу над саулем но также неоднократно заявлял даже не заявляла обещал что поквитается с канелло за своего старшего брата мунда уроженец ливерпуля а там каждый мальчуган с детства учится махать кулаками и калум как видим хорошо преуспел в этом деле на профессиональном ринге он провел 27 боев не потерпев ни одного поражения свой первый бой в профессионалах 22-летний калум провел 17 ноября 2012 года его соперником был дэн блэкфолл калум победил по очкам 2018 году финале всемирной боксерской суперсерии он нокаутировал соотечественника джорджа гроувса и стал обладателем кубка мухаммеда али во втором среднем весе калума три брата пол стивен или ам о котором упоминалось ранее все трое профессиональные боксеры 2010 в 2011 году калум становился чемпионом великобритании по боксу прозвище мунда будущему чемпиону мира по боксу дал его отец мальчик в детстве очень любил мультфильм про черепашек ниндзя и отец называл его пятой черепашкой которая дал имя калум мунда или просто мунда с тех пор это его второе имя рост британца 191 сантиметр размах рук 198 сантиметров такие говорит и большое преимущество над альваресом так много в антропометрии мексиканец ни разу своей проф карьере не уступал сопернику хоть британец не всегда хорошо пользуется такими данными но сможет задать темп и дистанцию боя мунда может боксировать как на дальней дистанции так и на ближней на счету смита 19 нокаутов что ожидать от альвареса в бою со смитом хоть я и сказала что впервые для сауля такой разрыв в габаритах мексиканец имеет опыт работы с высокими и длиннорукими соперниками с которыми ему вполне комфортно при этом у него будет возможность не сильно акцентировать внимание на защите корпуса чего не скажешь о британце первых раундах канела не станет рисковать не будет действовать агрессивно и идти в атаку а скорее всего будет изучать соперника затем будет выкидывать удары в корпус тем самым заставляя соперника опускать руки и открывать подбородок мы помним схватку с рослым британцем рокиев лидингом где основное оружие сауля против него боковые по корпусу в этот раз мексиканец скорее всего будет действовать также будет стараться измотать соперника ближе к восьмому девятому раунду после чего либо поступит досрочное завершение поединка либо сауль одержит победу решением судей британец находится сейчас на пике своих кондиций обладает сильными ударами но альваресу хватит опыта чтобы увернуться от ударов навстречу хоть канела меньше в габаритах скорость его выше что может принести ему победу и при правильной тактике он одержит верх над смитом и станет обладателем пояса вебей во втором среднем весе как вы уже поняли ставим на победу рыжего мексиканца только вот как нокаутом или решением судей покажет время свой прогноз вы также можете оставлять ниже в комментариях ну и как я обещала прямо сейчас нарезка ярких нокаутов сауля альвареса пришло время с вами прощаться не забывайте периодически заходить на наш канал и смотрите наши видео чтобы не пропускать наши выпуски жмите на колокольчик не скучайте не болейте кушать витамины чао средиными событиями кому алё алё привет вы меня слышите не забывайте подписываться внизу колокольчик